Продолжение следует... 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 что необходимый был способ на дружину, потому что был достосованный до умеетности, до формы тех, кто-то из заводников Леха Познай. И это удалось тренерам добраться. В двухмехе Лех оказался лучше о том, что в одном рамке. Поехали, не. Убираем себя, что может Лех за высоко подсzedел, как бы за очень хотел заатаковать. Застало бы слишком много времени с тылу, а дружина норвезка была очень опасна. Были такие моменты, особенно в первой походе, когда заводники БОДО в достаточно латвый способ, особенно с środком боевка, были практически разклепать дружину Леха. И, кстати, не стануло это загрожения. На счастье для Леха не спорили. Существует в таких ситуациях. В другой походе было меньше таких безпосредних загрожений брамки. Брак Муравского был очень видочный для тебя? В этом spotкании был очень видочный. В моей оцене на этот момент, который является немного под своей формой. Это не заводник из этого сезона мистерского. Но не только он. Нет, не только он. Лех не сегодня в своем форме. И тем более, найти способа, но и также, но и заинтересование, церковь прежде всего. И это тем, что Лех выиграл. Но есть такой момент, что это не самый высший форма заводников Леха. Но если бы ты так хотел спосреть и смотрим на то, что раньше играли ци заводники, а сейчас, где то может ткнуть какая-то причина в этой такой диспозиции, что это не автоматизм, не есть такая уверенность, полот? Нет, не мы, а не я на каждом тренинге. Не видим, как выглядят какие-то в соревнования. Что происходит в дружине. Между заводниками это очень сложное. Мы хорошо знаем, что в этом моменте приходит такой традоек, что труднее играет, но Лех потратил, особенно в этих европейских пухарах, показать себя с этой доброй стороны. Действительно мы все все мы думаем, этого аванса. Не только в Познании, но и в целом Польце, потому что он представляет Польской края, который получил пункты в рамки. Но на самом деле тренер имеет о чем думать, чтобы эта форма поправила себя, потому что мы видим в последний меще хотя бы с Заглэмбем, как выглядит это слабо. Прежде всего, если chodzi о скутэчность, вкорайне было аж в этой ситуации, он был очень скутэчный в этом всем. И я думаю, что это должен быть такой момент, который попринет заводника Леха до сзору. Так, мы ждем на лосование, потому что лосование о тринадцатом. А еще бы хотел, только за ним прежде всего на лосование, спитать, как такого заводника, каким был в сезоне мистецовском, Амарал, как можно такого заводника тримать, не отбудовать, не слабить, не знаю, амарал, тоже не потратил. Згадza się. Единым, который так на правду до Amarala был Макей Скорзев. То он потратил ему либо дать этот добавок, либо быть может мы тут до цинения с чем-то таким, что и Даррек Журав и сейчас Дренер Леха в той chwili. Такая школа, та холедерская, немецкая, когда надо работать на боиску, надо возвращаться. Не только офессива, только также defensива. Не можешь чекать и так далее. Быть может он этого не дает ни на тренингах, не дает, не дало этого в месчах, а не у Даррека Журава, а у Джона и не ма гонки. Тренерзи го не видят по-просто. То еще о лосовании в таком начале. Конча с темат Леха. Дише о 13. Колярж позна kolejного рывала. На розкладе мощные рывалы. Там может быть West Ham, там может быть Villarreal. Рывалы тоже немного слабsi. Пане Павле, что может быть какой-то какой-то момент дружище с пухарами? Как в уголе Пан до этого подходит? Я очень... На это все зависит от голосования. На этом этапе то уже не ма шкеллеров. Не ма не шкеллеров, но тоже тварь достопан по земле. Мы, конечно, сильно разбудем наши амбики. Но так мы. Но памятаймы, что наши дружины очень давно, я уже на этом этапе, на виспе рзадко грываем, поэтому не распадемося. Зобачимы, кто будет противникам. И мы, что кажда с этой дружины Леха будет встать, 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 встать. Или авансовать? Не знаю, это будет формы от диспозиции, от подъезда тоже этой другой дружины, потому что Лига может оказаться важнейшая. Ружно подходят дружины до этого пухара. Поэтому сомпаймы твардо по земле и на певно это не мы. Мы будем фаворитем кого-то, как бы мы не вылосовали. Наверное, что не будет пол на пол. Зопатрием, что будет. Сейчас уже приходим до Лиги, но подробно, что улучшим одно и другое, но выобразишься себе, потому что Лех может не заграть на следующий в пухарах европейских. Не хотел бы этого выобразить. Свои перспективы на pewno, но подробно, как он себя презентирует на почту этой рунды весенной, как ему тяжко приходит, я могу себе выобразить. На разе ближе, но дальше это. Есть такие не безопасности, конечно. Мы, как трудно такого мяча эмоционального, важного, с большим заангажением кибицев, всей дружины пройти до мяча лигового. Не должно так быть, но есть. Труднее себя играть, труднее себя сконцентровать. Лех мяча лигового. А Слоск выиграть с Лехом. И то еще в Познании, в Пухаре, на przykład. Но есть мяч в Врослабе. Остатый малыш выиграл в Врослабе. Это правда. Пошликаем позитивов. Я верю в то, что эта концентрация на лиде тоже очень нужна. В потребности будут 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 будут. Европейские похары, как я показываю, трибунные, эмоции, которые будут будут. Пенеды, пункты, все, что полоски дружные должны играть. Лех должен играть. Я верю в то, что это будет на то, чтобы это поучить, чтобы бороться с в Суточке Европейской Пуаре. А ты ты звольнеником, чтобы сейчас было немного Роша в складе? Или ты более под тем, что этот склад может быть один или две Рошады, чтобы было это стабильное? Как ты ты, смотря на Леха? На счастье не был тренером. Нигде не хотелось быть тренером. Ну, в моей перспективе, в моей перспективе, я бы мне не мешал. Но все так делают. Ты, большинство так тренеров роби. Так. Но, Томэк, быть может, что-то в шатахи смыкани, побежали. Старши заводники, что-то, так скажем, неудачно, немного рухом регулируют, которые смотрят, который важнейший, который не есть их вид оцене. Так. Так. Продолжение следует... 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 Я сподзеваю даже здесь, можно сказать, не сенсация, потому что это не будет сенсация, как видят, что он выиграл. Но будет не сподзианка, так? И тоже, смотря на него, его тренера, Януша Недвия, что он смотрел последнее встречи с Леги. И что он смотрел на заводника, который делает отличие в Легии, то он сказал, что видел то, что сделал Пиаст, но мне ответил, что не ответил на это вопрос, что он говорит о помидор. Или это будет Пластер, или где там будет Розуэ, если порушал в своем секторе боиска, что будет кто-то за него более odpowiedzialный в этом моменте и не позволяющий ему на то, чтобы был, креовал эту ситуацию до przodu. Я тоже jestem ciekaw, какие виды мы увидим, потому что, не знаю, если вы помните, то первое старье в Лодзи, тоже говорили о том велком повроте Лигового Классика по летам. Но тем временем, я впечатляю, что видимо так боязливее до Легии подсчет, что сподзевали мы себя, по ним, немного меньше, меньшее отваги. Скошно было там 2 до 1 для Легии. Теоретически не это не какое-то высокие преимущество. Только Легия тогда заграла, не знаю, может Павел не поменял, но Легия первую половину очень хорошо, но вторую уже не. Застала, как бы, немножко доцищена. Так, и счастье, потому что там была... Злопали контактовую брамку Видзев на 2-1 и было много счастья, но тоже, и разговариваю с теменем, что порушил это. Они были на początku этого сезону, как у Беняминек. Те же не видели, как это будет, как они найдутся. Но этот матч и следующие события подкростили то, что они набирают doświadczenia. То, что делают, это уже автоматизм. Как они начинают грэ от брамки, то не ма там боязни, где-то одразу дугие пиулки. Пробуют то, впровадить в пиулку так, как вчера Бодо то сделало при этой ситуации. Они от брамки выпроводили, краткими поданями, дошли до ситуации, можно сказать, рзуту карного. Ну и так видзев гра. В тем самым системе играют, как игра Легия. То есть, что здесь будут подобные системы тактичные. И посмотрим, которая школа будет лучше. Так, как, паня Павел, как можно сказать, какие видзев сегодня увидят? Вельмин, что-то, когда-то первое метое, ты сделал себе, что может быть встанем полномочным. Памят, мы говорим о полской лице, вот здесь ничего не сильного. Магичный момент, что каждый, каждый может выиграть и так далее, и так далее, и так далее. Виде на певно добро до свидания вестакрасе. Это уже немного другая, чем была на начале сезона. И то, о чем говорил тебе Томек, эти автоматызмы видно. Видеев потратит себя хорошо держать при пице. Ладнее выглядит моментами крата. До przodu, особенно. Чи будут встать это сегодня на Лазейнкоске? Не знаю, потому что это немного другое место, чем стадион. Биаще труднее. В этом моменте еще меньше, чем были первым мецом оценивания в стеснку до заводников, до Видеева, потому что они высоко в табели. Стосунково. Добро себя презентуя, как Бенямин. И то сейчас нужно переложить на доброе время на Лазейнкоске. Но памятаем, что Легия, особенно у себя, чем в начале сезона, тоже никакой не захвата. Это не дружина, которая имеет со стороны противника и потратит его стуламсить и спокойно выиграть. Таким образом, можно так сказать, что они имеют простой, где-то там потратят, где-то там потратят, где-то сдоминовать, потратят эту преувагу, но где-то в этих встречах видно те престои и те дружины потратили это использовать. Если, так видя, выходит такой момент, или гапиотство, или так, как с Краковой, за гранией Младеновича до Тобиаса и с этого брамка и потом была гонитва, либо будут волно грали, будут волно грали, что дружина будет потратить и так далее. Добрый день. 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 сподziewasz Widzewa? Какой Legи сподziewasz в этом меции? Ну вот, Легия будет ослаблена, то надо добавить, не будет Барта Слеша за четвертую жутую картку, в konseкватории не будет мучить. Так же и Каспер Тобиаш умерла в последнем меции с Пиастем, то так же. И посмотрим, что эти две необычности, плюс где-то есть в складе в широкой кадре, а может в первом складе, Карлитос. На иле это будет, эвентуальне веще, или только до широкой кадры, или зазначить себя своя obecность на боиску, то тоже не знаем. На иле те ослабления и брамкарства, потому что мы, какая та позиция есть нейтрологична, как не грас. Те встречи, Каспер Тобиаш был основным брамкарем и ма застомить го другим брамкарем. Так само Барта Слеш был незастомленный, как можно сказать, шестка, осемка, бокс-то бокс, dużo бегающих, много отборов. И что тут будет какие-то тактические? Я бы хотел zobaczyть Жозуэ ближе, ближе брамки противника. Wiadomo, то поводует то, что мусишь бегать, целый час быть, не стануешься где-то с тылу в тем и ручить дугу пиуэ, где-то каждый стемпел поставленный через Жозуэ, ну, это может сделать, но бэдомц выжить, так? Там может дать много. И ударина может быть с его стороны, мы видим, что капиталным ударинаем диспонует, и тоже поданием отвердающим. На иле, и сейчас, на иле видев будет мощный, на иле си противстави, то мне кажется, что мы видим свидетельствами доброго видовуска. Как вспоминали, снова есть то мец на штыке. Знову са великие эмоции, снова полный стадион. Эмоции и вспомнения chyba отжимают этих самых больших старч. Ну, на певно. Хотя это старчо о ничем не свидетельствах, так? Бо мы еще допьеру ту рунду варзовую в тракте, так? А там те меции в конце концовце были сезону и две дурины, которые, ну, właśnie, те споткания были декидурующе о том, которая сдобеде мистерство ползки. Сейчас не, но те важные три пункты, чтобы тут Раков, ну, если Легия мысли еще, опрочу того, что о пухарах, то на певно, но тоже, эвентуальне о гонитве Ракова-Częstochова. Легия-Варшава. Видзевудь dziś о године 20.30. Закерамы рэнце и поволи дзисть кончим наш магазин спортовый. Томаш Соколовский. Велкие дзянки, Томку. Дзянки. Доброго дня. Жечу Państву. Аркадийш Блажczyк. Клоням się ниско. Доброго weekendу. Ну, и слышимыся за тюдзень о той самой порze. Клика минут по године 9. Продолжение следует...